Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Побловец. 26 июня в Беларуси отмечается День работников прокуратуры. Преступление против детей, безопасность наших детей в летний период времени, ответственность родителей, вовлечение детей в противоправные действия со стороны взрослых. В чем причины и как этому противодействовать? На эти и другие вопросы сегодня отвечает старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Вера Максимовна Замойская. Вера Максимовна Замойская, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области. Родилась в деревне Красиевка Ивановского района Брестской области. В 1975 году окончила Пинское педагогическое училище имени Пушкина. В 1985 году Харьковский юридический институт. Трудовую деятельность начала воспитателем детского сада номер 83 в Жлобине в 1976 году. Затем работала судебным исполнителем Народного суда Жлобинского района и города Жлобина Гомельской области. С 1985 по 2005 годы прошла путь от стажера прокурора Жлобина Гомеля до помощника прокурора города Гомеля. С 2005 по 2008 годы прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области. С 2008 по 2012 старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области. С 2012 по 2016 помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области. В настоящее время работает старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области. Награждена медалью за бездокорную службу третьей ступени. На вопросы, которые касаются направления работы Веры Замойской, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Вера Максимовна, добрый вечер. Добрый вечер. Накануне пришла печальная новость из России. Как мы знаем, по последним данным, 14 детей погибли на озере в Карелии во время катания на лодках. И по той информации, что у нас поступает, основная версия следствия, что это в первую очередь вина инструкторов, которые, несмотря на плохой прогноз погоды, все-таки вышли в озеро, дети в итоге перевернулись, и многие из них умерли от переохлаждения. Отсюда возникает сразу несколько вопросов касаемо наших реалий, то есть Гомельской области и Беларуси. Расскажите, пожалуйста, как наши дети защищены в подобных ситуациях и что мы делаем для того, чтобы таких ситуаций не происходило в Беларуси, в Гомельской области? Я думаю, что в Гомельской области такой ситуации априори не могло бы быть, потому что даже для того, чтобы открыть лагерь, где будут отдыхать дети, провести любые мероприятия, которые для детей всегда, прежде всего, решается вопрос их безопасности. Это главный вопрос, потому что главное, конечно, детей оздоровить, но обеспечить их жизнь и здоровье – это задача всех органов, которые занимаются любым мероприятием. Поэтому вы знаете, что для того, чтобы любое мероприятие было проведено, для этого надо получить согласие МЧС, санитарные службы. У нас все лица, работающие с детьми, проходят инструктажи, проходят обучение, как работать, как обеспечить безопасность детей. Ну, во-первых, контролируется деятельность любого лагеря оздоровительного, если взять у нас, она контролируется соответствующими службами, в том числе и мы тоже проводим такие проверки, где наряду с иными вопросами мы проверяем, как же налажена работа по обеспечению безопасности детей. Уделяем большое внимание пропускному режиму, чтобы никто посторонний не мог зайти на территорию лагеря, где отдыхают дети. У нас есть уголовная ответственность за невыполнение обязанностей по обеспечению безопасных условий, безопасности детей. Кстати, по этой статье в 2014 году был осужден приемный родитель, когда ее приемная девочка утонула в Ветковском районе. То есть даже норма-то у нас действенная. Ну и наступает, все знают об ответственности за любые нарушения правил безопасности детей. Поэтому я думаю, что у нас сегодня создана система органов, которые занимаются безопасностью детей. У нас существует законодательство, позволяющее надлежащим образом обеспечить эту безопасность. Поэтому я думаю, что у нас, я хочу сказать, последний трагический случай был в 2007 году. После этого у нас случаев в таких лагерях отдыха, оздоровительных лагерях у нас не было, к счастью. Уголовная ответственность есть и в России, но при этом это не стало, скажем так, препятствием для совершения такой ситуации. Вот расскажите более подробнее, то есть как вы проводите мониторинг состояния дел в этих трудовых лагерях? То есть это внезапные проверки? Это вы приезжаете там целой группой лиц и что вы проверяете? То есть на что обращаете внимание? Ну, прежде всего вращается внимание на оборудование, которое используется для того, чтобы оно не было травмоопасно. Вращается внимание комнаты, где они живут. Ну вообще, понимаете, безопасные условия, вообще опасность для ребенка, она может возникнуть там, где мы даже никогда и не можем предположить. Правильно? Потому что это же дети. И очень важно, чтобы каждый работник, который работает в летнее время или в зимнее время, но работает с детьми на отдыхе, чтобы он понимал эту ответственность, понимал, что от его поведения, от того, как он организует занятость детей, чтобы они не были предоставлены сами себе, чтобы они сами не уходили, чтобы, допустим, на речку, чтобы сами не уходили. И чтобы дети были заняты, и чтобы обучались тоже, как себя, как вести в определенных ситуациях. Поэтому способов проверки очень много. И каждая служба, которая занимается в обязанности, которой возложен контроль за обеспечением безопасных условий нахождения детей, она знает свое дело. Конечно, чаще все-таки проверки мы проводим внезапно, естественно, не ждем, не звоним, не говорим, что мы приедем для того, чтобы нас там уже ждали. И все было сделано так, как... Вот смотрите, один из факторов того, что произошла такая ситуация, конкретно в Карелии, было то, что при номинальной вместимости 200 человек, в этом лагере находилось 400 или 500. То есть в 2-3 раза больше, чем на самом деле могли вместить. И поэтому часть детей была вынуждена жить где-то в палатках, уходить в такие вот походы и так далее. И насколько я понимаю, в Беларуси это вообще невозможно себе представить такое, да? То есть у нас контролируется вот именно количество детей, чтобы не было больше их заселено, чем вмещает сам этот детский лагерь. Я думаю, что это основное и очень легко проверяемая наполняемость лагерей, наполняемость пришкольных лагерей, загородных лагерей, на отдыхе, в палатках, поскольку должны быть. Я думаю, что если взять данный случай, я думаю, что здесь, в общем-то, немножко преследовались цели получения денег, да, потому что это платная услуга, все хотят заработать. В Беларуси мы знаем, что у нас прежде всего во главу угла ставится ребенок, ставится его безопасность, ставится возможность с пользой провести время. И, как правило, у нас основная масса мероприятий проводится бесплатно, и на этом, ну, не зарабатываются деньги. Поэтому, ну, я не встречала случаев, и мы не выявляли такие факты, чтобы у нас были перенаполнены какие-то детско-здравительные лагеря. У нас таких фактов нету. У нас все-таки, понимаете, у нас все-таки отношение к исполнению законодательства немножко другое, чем в России мне так представляется. У нас более ответственные отношения, особенно если это касается детей. Давайте перейдем от частного к общему. Что говорит статистика? Вот у нас в Гомельской области какие преступления совершаются против детей, там, с участием детей? Ну, если говорить о статистике, какие преступления совершаются с детьми, то, к сожалению, у нас в этом году за 5 месяцев наблюдается рост преступлений, совершенных с детьми на 0,2%. 181 преступление совершено несовершеннолетними. Чаще всего, что совершают дети? Чаще всего совершают, конечно, кражи. Мобильные телефоны, велосипеды. Иногда по сводке и по делу смотрят, что совершают пражи такие вещи, которые им, в принципе, не нужны. Какие-то ненужные покрывала, варенья. Совершается хулиганство много. И беспокоит то, что зачастую хулиганство выражается в том, что дети уничтожают какое-то имущество, особенно заборы. Не задумываясь о том, что это и уголовная ответственность, и потом родителям необходимо возмещать очень большие суммы ущерба. И, конечно, что больше всего нас беспокоит, это рост преступлений, связанных с незаконным воротом Ракутикова. Если сегодня во всей республике идет снижение количества этих преступлений, то Ломельская область, к сожалению, количество преступлений возросло с 27 до 44 преступлений за 5 месяцев. А что еще больше волнует, это то, что дети участвуют в сбыте, совершают... Продают спайсы через магазин. Продают, продают. И, конечно, опять-таки тоже погонят за какой-то прибылью, не думают о том, что навсегда ломают свою жизнь. Потому что наказание более чем серьезное. За сбыт наркотиков только наказанием от 5 до 8 лет лишения свободы. Иногда дети не задумываются о том, что вот, допустим, я шла на передачу, почитала приговор учащейся Костяковского училища, лицея, так сейчас они называются. Сам покурил спать и дал покурить своим товарищам. А дал покурить, это что? Это сбыл. И получил за это 8 лет лишения свободы. Что такое 8 лет лишения свободы для 16-летнего несовершеннолетнего? Это время, когда он бы мог учиться, мог бы какие-то знания приобретать, развиваться. В итоге он свои лучшие годы проведет в местах лишения свободы. Поэтому, конечно, очень печально, когда наши дети совершают такие тяжкие преступления. И когда они в результате оказываются в местах лишения свободы. Многие думают, что вот, меня-то не коснется. Почему совершается преступление? Каждый считает, что это коснется кого-то, но только не меня. Но сегодня у нас милиция работает очень активно по раскрытию преступлений таких. И не зря пословица есть. Сколько веревочек и не виться, конец будет. И поэтому конец, как правило, и наступает, и конец печальный. К сожалению, в этом году у нас тоже давно уже не было убийств. В этом году у нас в Ельском районе несовершеннолетний совершил убийство. Опять-таки, ничем не занимался, общался с родственными людьми. И в процессе одной из пьянок убил своего собутыльника. Но это больше таких случаев было, наверное, в 90-е, да? Да, это было уже последний год, и у нас, к счастью, убийства несовершеннолетний несовершая. Сегодня наша самая большая беда и самая большая трагедия – это совершение преступлений, связанных с незаконным оборудованием наркотиков. Ну вот здесь немножко расширьте эту тему, да? На ваш взгляд, как профессионалов, вот этот рост преступлений, связанных с наркотиками, вызван тем, что Гомельская область находится географически рядом с Россией и с Украиной, или здесь какие-то иные факторы срабатывают? Ну я думаю, что у нас, надо сказать, думаю, что у нас очень активно работает милиция. Думаю, что во многом определяется выявление, хорошее выявление. То есть чем качественнее работает милиция, тем больше выявлений. Да, чем раньше выявляется преступление, тем меньше других лиц втягивается в совершение такого преступления, потому что, как мы видим, один покурил, да, другому покурить идет такая цепочка. Поэтому, конечно, только с самой положительной стороны надо оценивать деятельность наших органов внутренних дел, которые активно проводят работу по выявлению, по пресечению таких преступлений. Ну я думаю, тоже где-то связано, может быть, и с местом расположения. Но я все-таки больше связываю с активностью органов внутренних дел, потому что, ну мне как-то кажется, что наша область, Минск, где и уровень жизни, наверное, выше, и возможностей больше. Понятно. Я напомню, что к нам в студию можно позвонить по телефону 77 68 45. Вера Максимовна, сейчас летом особенно актуален вопрос занятости наших детей. Мы поговорили про трудовые лагеря, да, какие еще со стороны государства предлагаются варианты занять ребенка, потому что летом родители работают, дети остаются одни дома, и, как правило, это приводит к каким-то таким вот несчастным случаям, да. Что государство предлагает для того, чтобы снизить эту проблему? Занятости детей, к обеспечению ее начинают готовиться заранее, еще весной, зимой уже мы начинаем думать, как обеспечить занятость детей. У нас ежегодно и в этом году не исключение принята программа «Лето на пользу», которая предусматривает занятость детей, как я уже сказала, в лагерях, в пришкольных, в загородных лагерях. Это отдых, выезд, наздоровление. Кроме того, трудовые лагеря сегодня у нас работают и дают возможность детям заработать какую-то копейку, так? У нас вот сегодня буквально открыт туристический слет, два часа вот он открывался сегодня для детей, состоящих на различных видах учета. При воинских частях, пограничных отрядах, при отделах внутренних дел создаются специальные лагеря для ребят. Волонтерское движение, БСМ, то есть возможностей очень много. И я хочу сказать, что вообще у нас в области, вот у нас уже с 19-го года работает такой проект «Курсантты». Мы тоже являлись инициаторами его создания, активно участвуем на базе военно-транспортного факультета Белгута. Активно участвуют все, понимаете, все субъекты. Даже иногда я удивляюсь, и киновидеопрокаты, и профсоюзы, Беларусь, студенты. Ну, все. Нету такой организации, такого субъекта профилактики, кто бы сказал, что я не буду участвовать. Бизнес активно участвует. И мы видим вообще, как меняются дети. Последние годы мы стали на этот проект приглашать детей с районов. Если они приезжают и вначале, вот мы отмечаем, что они такие замкнутые, не общаются, то когда уже идет закрытие лагеря, приходишь, вот приятно с ним общаться. Видишь эти светлые глаза, они говорят тебе спасибо. А когда говорят спасибо дети, которые имеют проблемы поведения, именно такие дети приглашаются туда. Когда они получают грамоты, различные награды, которые они никогда не получали в своей жизни, и когда они здесь получают, у них поднимается и самооценка, и вот эти дети понимают, ведь цель какая летом? Занять детей, да, предупредить правонарушения, оздоровление, поправить здоровье. Но самое главное еще показать детям, что есть полезный отдых. Есть отдых, который приносит пользу, а не вред, вот, неупотребление наркотиков, не собирание в этих группах и бесцельное проведение времени. То есть мы преследуем цель научить детей правильно проводить свое свободное время, чтобы это, оно и называется, лето на пользу, чтобы это было с пользой и для детей, и, в общем-то, тогда и для всего общества. Потому что когда ребенок занят, ведь все преступления чего совершаются? Как правило, чаще всего. Потому что ребенок не занят, им нечего делать. Здесь ребенок занят, у него есть какая-то цель, у него нету свободного времени, он занимается, не идет совершать преступления. Давайте предположим, что не все знают про то, что такая работа выстроена в Беларуси, да, и, может быть, многие родители не знают, куда обращаться. Вот захотели ребенка занять на лето, да, какой первый шаг должен быть родителям? Кому идти? Вы знаете, вот в этом году была такая установка, чтобы в средствах массовой информации размещалась информация, где можно занять, потому что каждый район предлагает свои формы занятости. Прежде всего у нас занимаются и комиссии по нам совершеннолетних, так? Они как бы кураторы всей занятости. Это отдел образования, так? Это учреждение образования, где близко. Это комитеты БРСМ. То есть вот надо обращаться в эти органы, и я думаю, что при желании, надо только, чтобы было желание, любой ребенок может сегодня оздоровиться. К сожалению, вот хочу сказать, что не всегда наши родители проявляют, высказывают эти желания. Вот иногда я выезжаю, особенно в сельские школы, где смотрю, как работают пришкольные лагеря, и обращаю внимание, посещая неблагополучные семьи, так называемые, дети не посещают. Почему не посещают? Они не хотят. Я не хочу туда детей водить. Но имеют же право, в принципе. Они имеют право. Но понимаете, вообще установка такая, что прежде всего вот это оздоровление получили дети, которые находятся в социально опасном положении, дети из многодетных семей, там, где у родителей нет возможности летом витаминизировать еду. Отправить на отдых куда-то. На отдых отправить, да, за границу, там, как обеспеченные семьи могут. Я думаю, что все делается же в интересах детей. Ребенок, что еще надо? Покормлен, досмотрен, занят, и ты спокойно занимаешься своим делом, правильно? Чего? Ну и для родителей же это все бесплатно. И для родителей, которые находятся в зоне, да, бесплатно, конечно. Ну вот давайте, мы сейчас поговорили, давайте посмотрим, что из себя представляют наши трудовые лагеря. Наши корреспонденты побывали в учебных заведениях областного центра, где увидели все своими глазами. Смотрим сюжет. Для 40-й Гомельской школы проблема выбора направления работы летнего лагеря в этом году не стояла. С 2009-го здесь занимаются вопросами энергосбережения, используя для этого все возможности, начиная от интернета. Причем главная задача не просто дать учащимся соответствующее знание, но и сделать их пропагандистами идеи ресурсосбережения. В этом году лагерь наукобережливости сделали межрайонным. Сюда приходят учащиеся трех школ города. 45 человек посещают предприятия, на которых внедряются новые технологии и знакомятся с передовым опытом. Это не просто любопытство. В программе работы лагеря выступления перед учащимися младших классов. Для них в школе открыт оздоровительный лагерь и взрослыми. В этом сезоне, например, уже дважды проводили акции среди жителей микрорайона. Чтобы и люди понимали, и чтобы дети младшего возраста понимали эту информацию об энергосбережении, о сбережении воды, о сбережении электричества, проводим просветительскую работу для жителей микрорайона, ходим с буклетами, со слоганами и с плакатами. По большому счету, школьные оздоровительные лагеря – это не только возможность приятной используя и провести время, но и летняя занятость школьников. Тем более, что часть из них – из неполных или малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении. В лагере труда и отдыха, работающем в 36-й Гомельской гимназии, 20 человек. С каждым заключен официальный договор и выдана трудовая книжка. Правда, непосредственно работа занимает не так уж и много времени – по два часа на протяжении семи дней. Необходимое финансирование выделил Центр занятости. В зависимости от вида работ можно получить до 500 тысяч рублей. Пока девушки шьют полотенца для одного из гомельских детских садов, ребята мастерят специальные кубы, которые будут использованы в учебном процессе. Дети не только учатся працовать, не только у них есть максимум заработать гроши, а и они отремовывают профессиональную ориентацию. Они бывают на экскурсиях, на предприятиях, они повышают свои веды в плане и правил безопасности руха, и правил безопасности жизни. Они сострекаются с работниками банка, потому что экономичная грамотность на сегодняшний день очень важна. Занятие по финансовой грамотности – это действительно реальная возможность узнать что-то новое. Тем более, что кроме теории, преподаваемой в игровой форме, есть еще и практика. Правда, через несколько дней участники лагеря расстанутся до конца каникул. Причем некоторые из них в этот период будут предоставлены сами себе. Занять детей на протяжении всего лета возможности по ряду причин пока нет. Трудно организовать его три месяца. Это нужны кадры, нужны люди. Это большая подготовительная работа, очень большая. Идет документальная, юридическая. Поэтому эффективность больше, если один месяц. Тем более, что дети в трудовом лагере могут работать определенного возраста. То есть 14 лет, не меньше. И потом должно быть согласие родителей, согласие самих детей, возможность посещать по времени. То есть планирование семейного отдыха – это тоже сюда относится. И у нас, например, 14 летних детей только 40 человек. Ну вот 20 уже здесь. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Вера Максимовна Замойская. Еще один момент – это преступление, которое совершается взрослыми в отношении детей. Напомните, что это за преступления, почему они совершаются, как можно уберечь детей, и всегда ли речь идет в этих случаях о неблагополучных семьях? Или в достаточных семьях все равно это происходит? К сожалению, дети тоже становятся жертвами преступлений. Если за 5 месяцев совершено в отношении 597 несовершеннолетних преступлений, это разные преступления. Это, конечно, и кражи, когда у них воруют какие-то вещи, грабежи, их избивают. Но мне хотелось бы сказать сегодня о таких преступлениях, как половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. К сожалению, у нас вот эти количество преступлений очень растет. Уже за 5 месяцев 38 таких преступлений зарегистрировано. И буквально раз в месяц, раз в неделю даже иногда бывает, что такие уголовные дела возбуждаются. И наше государство вообще принимает меры, и законодатели защищают половую неприкосновенность детей. И вообще за нарушение половой неприкосновенности, за половые преступления против детей установлена достаточно серьезная уголовная ответственность, чего, наверное, не понимают многие молодые люди, которые вступают в половые отношения с девочками, не достигшими 16 лет. Молодые люди скажут, что это было добровольно. Это не имеет значения, это добровольно. Это не изнасилование, это именно добровольное. Это половое сношение, здесь не надо насилия. Здесь добровольно вступление в половую жизнь. Но если лицо знает, что это ребенок не достиг 16 лет, то за это наступает уголовная ответственность. Хочу сказать, что за повторные такие деяния уголовная ответственность наступает до 10 лет лишения свободы. Очень серьезная ответственность. А почему выявляете такие преступления? Сегодня не девочки идут и заявляют это. Нет, сегодня на работников здравоохранения возложена обязанность. Хотят они или этого не хотят. Но если им становится известно о том, что с несовершеннолетними, не достигшими 16 лет, было совершено половое сношение, они обязаны сообщить соответствующие органы. И естественно, тогда начинается и проводится проверка. Я думаю, это касается и медпунктов в школах. Всем, кому становится известно о том, что в отношении медицинского работника любого уровня, о том, что в отношении детей совершены такие действия, они обязаны сообщить. Поэтому начинается проверка и все это заканчивается уголовным делом и заканчивается приговором, который иногда, как я уже сказала, бывает достаточно серьезный. Я хочу сказать, что преступление совершается в отношении детей чаще всего, когда дети где-то в ночное время находятся. Не случайно, в 2012 году очень долго мы добивались этого, чтобы была установлена ответственность и ограничение для нахождения детей в ночное время на улицах. И действительно, сегодня родители, но кого же можно еще возложить ответственность? И сегодня действительно установлена административная ответственность за нахождение детей без сопровождения взрослых до 16 лет, с 23 до 6 часов утра. И что вы думаете? Вот каждый год милиция выявляет такие факты, выявляет, выявляет. За 5 месяцев этого года 410 родителей привлечено к административной ответственности на такие деяния. То есть это дети до 16 лет? Да, до 16 лет. Были на улице? Были на улице без сопровождения взрослых. Вера Максимовна, давайте послушаем, есть телефонный звонок. Пожалуйста, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Уважаемая Вера Максимовна, хотела бы сначала поздравить вас и вашим лицам сотрудников прокуратуры с предстоящим профессиональным праздником. Ну и если можно задать вопрос, он не связан непосредственно с подростковой преступностью, но хотелось бы узнать ответ. Насколько ли правомощны действия учреждений здравоохранения, когда они отказывают при выписке новорожденных детей без согласия органов опеки? Имеют ли они на это право и в каких случаях? Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что мы действуем в интересах прежде всего детей. В интересах детей действуют и органы учреждений здравоохранения. Поэтому не нарушая прав ничьих, если учреждения здравоохранения видят, что к ним поступила роженица, которая не состояла на учете, которая бывает иногда с педикулезом, необследованная, запущенная, и возникают у них сомнения, а можно ли выписать такого ребенка домой? Они думают прежде всего об интересах ребенка. Если поступают на лечение дети, запущенные, видно, что там признаки социального неблагополучия, конечно, обязаны работники здравоохранения учреждений попросить органы опеки и печи, которые выполняют университет дел образования, обследуют жилищно-бтовые условия, и при выявлении каких-то неблагоприятных факторов такие дети не выписываются. У нас в области комиссии по данным совершеннолетних разработан алгоритм действий заинтересованных органов при выписке детей из раздельных отделений, из детских больниц, где все прописано. И эти действия правомерны, потому что мы действуем прежде всего в интересах детей. Давайте понимать до конца. Вы создали комиссию, она пришла в такую семью. На что вы обращаете внимание? То, что она неблагополучная, это видно визуально? Понимаете, как я имею большой опыт работы, для меня неблагополучие имеет свой даже запах. Вот я захожу в семью, и уже даже никуда не заходя, я уже вижу, что это я просто так говорю образно, при выписке ребенка надо посмотреть, есть ли кроватка, есть ли необходимые вещи, есть ли ванночка. У нас очень много случаев, немного, но были случаи на моей памяти буквально последние два года, когда в речи двое детей погибло, потому что купали детей прямо новорожденных не в ванночке детской, а купали в маленьких ванночках только в поддоне. Ребенок поскользнулся и погиб. Поэтому есть ли все необходимое для того, чтобы ребенка выписать. Вот. У нас есть еще один телефонный звонок, как раз к тому вопросу, что мы только что обсуждали. Пожалуйста, задавайте вопрос, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поинтересоваться таким щекотливым моментом. Вот мы говорим о половых отношениях с девочками до 16 лет, а ведь есть, это не секрет, отношения, когда мальчиков привлекают к такого рода отношениям. Как поступать? Куда обращаться? Как это, так сказать, определить можно? То есть вот этот сложный вопрос педофилии, педеростей, прожалуйста, ответите, если можно. Спасибо. Ну, ответственность наступает за половое отношение, это половое отношение тоже девочек или мальчиков. То есть ответственность наступает и в данном случае тоже. Нет разграничения. Нет разграничения. Как определить? Ну, я думаю, что здесь прежде всего должны работать родители. Родители, если замечают какие-то отклонения, если видят что-то в ребенке, я думаю, что любой ребенок как-то проявляет это. Потому что с девочками, конечно, гораздо проще. Девочки проходят медосмотры, девочки беременеют, и, ну, как бы особых проблем нету для выявления таких преступлений. Здесь, конечно, гораздо сложнее. Я думаю, что самое главное здесь – говорительные отношения родителей со своими детьми. Отслеживание, вот с кем общается ребенок. Если ребенок в социальных сетях общается с взрослым человеком, что общего может быть у взрослого мужчины с несовершеннолетним ребенком? Это должно насторожить. И, конечно, необходимо использовать возможности специалистов. Понимаете, не всегда дети нам открываются, родителям, рассказывают то, что происходит, они, вот, допустим, психологу гораздо быстрее дети открываются. Если профессиональный психолог, обладающий определенными знаниями, у него есть специальный инструментарий, он может своими способами выявить, а потом, конечно, если есть какие-то такие факты, обращаться в следственные органы, которые будут проводить проверки и принимать решения. Скажите, ну вот о психологе, они на что обращают внимание? Вот как понять по поведению ребенка, мальчика берем, да, что вот уже вызывает какие-то опасения, подозрения, и надо вести его к специалисту? Я думаю, что это опасения должны вызвать у родителей. Когда ребенок много интересует... Я имею в виду линия поведения у ребенка меняется в какую сторону? Он становится замкнутым. Я думаю, что ребенок больше интересуется вот этой темой половых отношений. Где-то просматривает сайты какие-то. Какую-то литература у него появляется, он начинает изучать, может, последствия даже. То есть сегодня же дети продвинутые, они много... Я думаю, что в интернете они начинают изучать какой-то опыт. И все зависит от того, как происходит это насилие сексуально. Если это действительно ребенок может проявлять замкнулость. Ну, каждый ребенок, он по-разному реагирует на любые преступления, в том числе в отношении себя. Я думаю, что для того родители и есть, которые наблюдают своего ребенка с момента рождения, и они видят, что-то меняется в ребенке. И если действительно очень много вот этих... Появляется интересов к сексуальным отношениям, к половым отношениям. Я думаю, вот это должно настораживать родителей. А придя к психологу, уже сказать о том, что у нас волнует эта тема, и психолог пускай, опять-таки еще раз повторюсь, с помощью своих знаний, своих инструментов, посмотрит действительно... Здесь проводятся различные тесты, которые показывают... Вот мы, допустим, когда проблема-то самоувидение у нас, когда бывает, всегда тестируются дети. Иногда это и... Ну, не всегда, конечно, тесты показывают, но зачастую в тестах это можно увидеть, что у ребенка есть какие-то отклонения. Пускай, но бывает же ситуация и обратная, когда дети совершают преступления. Вот статистика нам что говорит? Как правило, это какие виды преступления? И почему наши дети их совершают? Ну, я уже сказала о том, что дети совершают, и какие виды это, и кража, и хулиганство, и наркотики, к сожалению, их в арсенале есть. Почему совершают преступления? Я думаю, что... Вот мне, на мой взгляд, с моим опытом работы, прежде всего, это воспитание, и воспитание самого раннего возраста. Когда ребенок еще и в детском саду, он должен знать, особенно кража, профилактика, не бери ничего чужого. Когда ребенок приносит домой игрушки, а потом он приносит и вещи. Вот я буквально опять-таки приведу сейчас пример. Значит, один из учащихся тоже колледжа пришел в школу забрать своего младшего брата. Увидит кружка, она им понравилась. Он ее украл и ходит себе в ней. Приходит в школу, спустя какое-то время не потерпевшая видит его в этой фрукте, а родители что не видят, что у ребенка появилась дорогостоящая вещь. Откуда? Откуда она появилась? Опять же, этот же ребенок, через какое-то время приходит в другую школу, там идет урок физкультуры, он видит, что торчит, из сумки торчит телефон. Он и телефончик прибрал к рукам. Откуда? Я думаю, что прежде всего, на мой взгляд, основное, это идет воспитание. Когда дети, многие не чувствуют себя нужными своим родителям, иногда дети даже, вот мы говорим всегда, неблагополучные семьи, но ведь и в хороших семьях есть проблемы. Мы видим вот это внешнее благополучие, когда все у ребенка как бы есть, а у ребенка нету самого главного, у ребенка нету душевного общения. Внимание и забота, да? Он, ну, забота-то выражается в том, чтобы купить ему дорогие смартфоны. Он одет, обут, дорого все, но у него нету душевного тепла. Иногда он даже хочет вот своим поведением вот таким обратить внимание своих родителей, что родители, я же есть, я здесь. И совершает тоже такие-то преступления. Конечно, очень важно знать, с кем общается ребенок, потому что очень часто дети поддаются влиянию своих друзей очень сильно, и под влиянием «а, ты боишься, ты не можешь», и они тоже идут на совершение преступлений. То есть, понимаете, каждое преступление имеет свои причины. Вера Максимовна, я не просто так задал этот вопрос вам, потому что наши корреспонденты вышли на улицу города и этот вопрос адресовали гомельчанам. Давайте узнаем, что отвечали наши горожане. От безделья, скорее всего, заняться им нечем. Может быть, не знаю, это мое личное мнение, но если родители не могут отдать своих детей в секции, хотя бы спортивно, по причине нехватки времени, нехватки денег, то куда молодежи идти? Они идут на улицу. Мне кажется, что нужно ввести в школах какие-то такие предметы, как этика и эстетика. Во-первых, надо их научить правилам поведения, правилам. А потом, я думаю, что от незанятости, может быть. И, ну, действительно, от неграмотности, от невоспитанности, это мое мнение. Потому что я все время закончила институт культуры, и нам это преподавали. И мне даже говорят, что у меня даже речь, понимаете, в речи это отложилось. И я думаю, что и молодежи надо бы подучиться в культуре какой-то. Вот эти слова, эти маты, будем так говорить, они же на каждом шагу. Наверное, надо как-то в школе больше обращать, ну, уделять этому внимание. Ну, и дома родители должны уделять больше детям внимания. Во-первых, воспитание в школе. Все идет со школы. Во-вторых, это общение в сети интернет, ВКонтакте, прочая социальная сеть. Там достаточно сильная пропаганда всего того, чего не нужно делать. Потому что еще молодые и зеленые не осознают всей ответственности, возможно, какие-то недостатки воспитания или не знают законы элементарные. У меня то же самое мнение. Ну, я считаю, что просто подростки и дети, им настолько все интересно, но еще настолько все неопознано и неосознанно, что они совершают все то, что они хотят. То есть для них как будто в голове заложено, все, что мне запрещается, я хочу сделать. Поэтому они делают это. Безответственность какая-то, потому что все воспитываются, ну, нет, чувства ответственности у молодежи. Ни за какие поступки. У нас в стране ведется очень хорошая политика по антипропаганде с контором алкоголя, все эти законы, которые выходят. Но при этом существует большая доля, скажем так, заведений, где продаются алкогольные напитки. И, как всегда, алкоголь у нас самый страшный враг, тем более молодежи на данном этапе сейчас. Мне кажется, что это, наверное, самая главная проблема. Вера Максимовна, мы поговорили про преступления против детей, про преступления, которые совершаются детьми. О несчастных случаях, когда дети становятся просто жертвами обстоятельств. Каковы причины их возникновения? Почему это происходит? Я хочу сказать, что, конечно, все несчастные случаи, вся гибель детей от внешних причин, это на совести взрослых. Дети не готовы, не имеют опыта жизненного, дети не умеют, как себя вести, не знают. И в результате у нас возникают трагедии. Сегодня лето. И летом, как правило, всегда очень много гибнет детей от внешних причин. Это утопление. Когда дети одни идут на речку, не умеют плавать, один одного учат. Иногда вместе с родителями родители используют матрасы. В ванных дети, к сожалению, маленькие дети, до годика оставляются родителями в ванных, и они тоже тонут. Бич – это кипяток. Сейчас в тяжелейшем состоянии находится ребенок. Борются врачи за жизнь, задавала ребенок, который ошпарился кипятком. Погиб ребенок в этом году, который опрокинул на себя стакан кипятка. И мне хотелось бы обратить внимание родителей о том, что никаких скатертей, никаких стаканов с кипятком. Начинается закатка. Кипяток вообще исключить там, где маленькие дети. Лекарства, выпадение из окон. Ну, в общем, очень много сфер, которые представляют опасность для жизнедеятельности детей. Но самое главное, если родители будут внимательны, если они будут рядом с своими детьми, заботиться о маленьких, не оставлять без внимания подростков, которые иногда совершают самоубийство, то я думаю, что трагедии будет у нас гораздо меньше. Спасибо, Вера Максимовна, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях была старшая прокурора областной прокуратуры Вера Замойская. Еще раз поздравляем с наступающим праздником. Вам всего хорошего. Увидимся. Будьте с нами. Спасибо. 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 Спасибо.